И всем привет, с вами Росиксон, вообще нормально, 100 баксов мне закинули, я еще там по первым монеткам, по приватке, к Назар Крипто начал заходить, Верли уже там баксов 40 заработал, еще в каких-то монетах, и сейчас вообще у нас в гостях это создатель приватки, трейдер, кто вообще занимается, ну, монетки отправляет, и я сейчас хочу уточнить, то есть у меня эти 100 долларов, честно говоря, я не хочу их терять, мне уже закинули, спасибо большое, я не хочу их терять, то есть я хочу выработать какую-то стратегию для себя, при этом, чтобы она была максимально легкой, максимально прибыльной, и вообще уточню, как происходят монетки, как покупать, что торговать, привет, Алина, привет, Назар. Да, всем, ребят, привет, я немножко представлю, чтобы правильно и понятно было, кто мы, чем мы занимаемся, мы в Крипте достаточно давно, и у меня в какой-то момент, я являюсь партнером всех ключевых бирж в СНГ, и один из менеджеров биржи мне предложил, «Слушай, а давай мы спродюсируем тебе обучение». Я говорю, а какое? Она говорит, ну, какое ты мог бы, о чем рассказать? Я говорю, ну, давайте о всех способах заработка в Крипте сделаем такое. И я когда-то сделал, примерно полтора года назад это было, и вот Алина, она сегодня мой партнер, Алин, привет, это первый мой ученик, то есть ученик первого потока по обучению. Да, всем привет. Да, и получается так, что буквально там за несколько месяцев по моим рекомендациям выбрать одно из всех направлений, которые в том обучении были, потому что сейчас мы сфокусированы с Алиной только на DeFi, только на том, что приносят там сотни тысяч иксов в Крипте, потому что в других направлениях это невозможно делать. Вот, в принципе, так устроена криптовалюта и блокчейн в целом. Так вот, за несколько месяцев я понял, что она ученик, который просто все делает, все, что есть в этом обучении, и готова фулл-тайм этим заниматься. Мы пришли к тому, что она стала моим партнером, она ушла со своей предыдущей основной работы и полностью погрузилась в эту тему, правильно все сказали? Так все было? Да, все верно. Вот, и сейчас она фулл-тайм в Крипте. У нас есть приватка, как я сказал, свой обучающий материал, который позволяет, который сконсолидировал вообще все, что есть сейчас в DeFi, работа с инструментами, стратегии, подходы, базовые принципы, как это все работает, откуда брать информацию, где следить за появлением информации. И наша цель всегда, это по большому счету быть первым в зарождающихся каких-то трендах. Как правило, на практике получается так, что за две недели до того, как начинает говорить об этом рынок, мы заходим в какие-то активы. Вот, Ростик, ты же уже, в принципе, у нас в приватке, мы тебя просто так добавили туда, чтобы ты посмотрел, ознакомился месяц, там, плюс-минус назад. Ты же уже, в принципе, заработал хорошо, у тебя были особые истории по тем ресерчам, которые, собственно, Алина уже на текущий момент делает. Расскажи вот сам, мне самому интересно, я знаю, что у тебя есть успешные входы по, так скажем, сигналам в приватке. Расскажи, как ты ее видишь вообще, какое ощущение от того, что ты там, и результаты. У меня сейчас ощущение прям фома, я не знаю, первый раз, когда мы связались, я был на отдыхе месяц, я, знаешь, послеживал, и, знаешь, ну, скептически, то есть я смотрел, я сначала подумал, что у вас как-то все фигово, вы как-то просто сами мне написали, я подумал, ну, какие-то типы интересные. А потом посмотрю, я начал смотреть, и монетки начинают расти, то есть вот даже сейчас я тут листаю на фоне, я фома поймал, что я купил монету при Капе 7, я почему-то ее не додержал, а сейчас смотрю, там уже показывают 2Х. И то есть вообще первый месяц я, знаешь, сидел и вообще, то есть практически ничего не покупал, то есть я просто следил вообще, если, скажем так, ну, то есть какие вообще залетают колы. А второй месяц, вот сейчас, даже не второй месяц, а я как, знаешь, 2 недели прям уже начал следить за вот за каждым, за каждой ссылкой, но при этом не покупать. И только-только вот 2 дня назад, нет, ну не 2, где-то вот дней 5 назад я зашел удачно, то есть я смотрю, обычно я захотел как-то поздно, еще что-то, а я смотрю, монетка Earl, и прям написано, можно подобрать при 800К Капе. Я вижу, Капа ровно 800, я прям еще захожу, что она дампанулась прям в тот момент, я покупаю сразу же, еще покупает мой друг, и мы спокойно, знаешь, фиксим 3Х на ней, а потом она улетает на 13Х, поэтому я хотел бы на этом стриме как-то, знаешь, проработать свою стратегию, то есть как вообще фиксить монеты. Просто у меня с этим небольшие проблемы, не то, что проблемы, я бы сказал, у меня нет, наверное, стратегии по фиксу монет, то есть вот это я хотел бы уточнить по поводу моих каких-то успешных кейсов. У меня много успешных FOMO, и, наверное, 2-3 сделки на low-size, где там на 20 долларов зашел, и там заработал 40, то есть такие у меня результаты. Но вот сейчас я именно хочу серьезно как раз начать делать, торговать, вот покупать с этой сотки, которая у меня есть, вот. Ну ты пока еще такие типа 100Х-овые истории не ловил у нас, да? Нет, не ловил. Ну давай вот сейчас немножко просто, чтобы ребята понимали вообще, что такое DeFi, я не знаю просто, кто твоя аудитория, вот я тебе сегодня скидал кошелек одного из наших подписчиков приватки, если у тебя есть возможность, покажи вот этот график с фильтром по кошельку, чтобы понимать вообще, какие бывают результаты. Это не какие-то вымышленные истории, это вот прям живой человек, кошелек, мы проводили с ним вебинар, но тебя еще, по-моему, не было в приватке. Мы всегда успешные кейсы людей, которые шли к этому целенаправленно, мы на вебинарах разбираем, чтобы можно было перенять уже какой-то опыт, и другие, кто у нас в приватке, тоже могли его использовать. И мы в целом всегда анализируем успешные кейсы, то есть за счет этого и строится, так скажем, успех в DeFi, потому что ты фултайм в анализе происходящего без выходных, то есть мы вообще без выходных, Алина может в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю какие-то колы, сигналы там закидывать, потому что рынок он не ждет, он не ждет трейдера. Трейдер должен быть на фокусе происходящего, это уже первый такой практический совет. Я просто не вижу экран, на самом деле, ты показываешь или нет? А, сейчас, да, я показываю, показываю. А, я экран, сейчас выключу. Если не сложно. Смотри, второй практический совет, очень важный, и тут два в одном. Во-первых, на самом деле то, что мы там запихнули в обучение, там очень сильный концентрат всего вообще того, что нужно понимать, чтобы успешно быть DeFi, и мы закладываем 2-3 месяца на такое успешное, там, сначала месяц на обучение, там, и несколько месяцев на, насмотримся на практику, и выработать тебе сейчас фототегию на одном таком стриме, там, созвоне, это, ну, нереально по факту. Нет, знаешь, ты имел стратегию не совсем так, а вот, знаешь, как вот выходить, просто как работать, вот, знаешь, я имел тут по конкретно вкладке воины токены, сколько оставлять на мундбэк, не прям стратегию, а условно, знаешь, чтобы, я как будто это делаю немножко интуитивно, да, и понимаю, что это не совсем верно, вот, и вот это я хотел уточнить. Давай лучше, я практические советы тебе дам, потому что, смотри, во-первых, во-первых, у каждого человека индивидуально должен проработать свою психологию работы в крипте, во-вторых, рынок, он живой, он постоянно меняется, это факт, кроме того, что, да, у нас там новые блокчейны появляются, куда вся ликвидность перетекает, там, или какие-то тренды локальные. Ну, я сейчас уточняющее просто дело, вот Алина бы, например, рассказала, как она сама просто заходит в воины токены, прям на примере, допустим, вот с Эрлом я сказала, да, что я фиксанул все почему-то на трех иксах, а он хотел на 15, и чтоб Алина, например, рассказала, как она, почему там, как она вот фиксанула. Ну, давай, хорошо, давай, конкретный пример у Алины спросим. Вот я говорю про Эрл монеты. Она как раз сейчас расскажет, потому что, по сути, она его нашла, и она на нем. Да, если про Эрл говоришь. Говорить, то там как раз в своем сигнале обозначила, почему этот токен выделил. Это была причина, что в токене сидят киты токенов и ВОК, и если проанализировать топ-холдеров, то там можно найти интересные кошельки, которые там на 700к плюс имеют токен ФОК, и они там активно закупают токен Эрли. И как бы, если говорить про фиксацию на этом токене, то я лично поставила на отслеживание топ-холдеров. Понятно, что, скорее всего, у них там куча кошельков в этом токене, с основных они вряд ли будут лить, но именно они как бы ценой манипулировали, где-то продавали, где-то откупали, и в целом там еще все, по-моему, в районе 10 миллионов капа держится, и киты особо не сливают. Но вот если говорить про такого рода токены, то тут лучше топ-холдеров ставить на отслеживание, смотреть, когда они выходят, и уже на основе этого анализировать. А тут как бы в целом я всегда приверженец фиксации лесенкой, там на двух иксах, возможно, раньше выводить тело, а дальше уже фиксировать ступенчато там на 4-х, на 8-ми иксах, так постепенно по 25-50% выводить. А в целом, как с сёрлом, не то, что закончилась твоя история, а вот ты купила, фиксанула вот так лесенкой, и сколько это получилось в иксах примерно? Ну, сейчас у меня там еще части есть, в районе, наверное, 4-5 иксов. А, понял, понял, понял. А, все, 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 услышал, услышал. Есть такая хорошая, я всегда, хотя бы процентов 10, оставляю на возможный туземон, и это прикольно, потому что даже если у тебя там, условно говоря, там со входа 10, там 15-20 долларов улетит суммарно на 1000 плюс иксов, что достаточно на самом деле частая история, 1000 плюс иксов и тема, чтобы понимать, у нас проскакивают, ну, стабильно раз в неделю. Да, это как бы редкая история на фоне всего общего того, что происходит, но в масштабе вообще, что это раз в неделю, это достаточно часто. И нередкие кейсы, когда там с 5, там 10, 15 долларов оставшаяся ликвидность токеней, про которую, как правило, ты забываешь, там, смотришь, там, через 2-3 недели несколько тысяч долларов тебе приносят. Это прям частая история. А я прям полистал, и вот у Алины увидел, то есть я вспомнил второй токен, хима, я на нем 2 икса фиксанул, а можешь про него рассказать, почему ты его взяла, как, то есть я вижу, что там, тут просто написано high risk, и тут нет, ну, то есть если там было написано, чтобы какие-то холдеры взяли крутые, то можешь рассказать про химу, то есть и вообще, знаешь, что я хотел бы в целом сказать, то есть вот у меня условно сейчас есть 100 долларов, и у меня простой план, это заработать деньги, и если ты сказал условно заходить, значит, на 10, на 20 процентов условно в токены, которые в войнах, и каким образом фиксировать, вот что ты скажешь. Ну, сначала начнем с хима. Да, насчет хима, там была история, что OpenAI, по-моему, сказали, что у них там свой маскот Sky, если я правильно помню, и потом я посмотрела и начала анализировать, кто маскот там на Салане, и выяснилось, что это хима, и как раз там токены начали память, поэтому я кинула без лишних слов, потому что там пояснение, если токен сильно волатилен, то это больше времени занимает, плюс ТВХ, там участников инициатив тоже смещается, поэтому бывает, что я кидаю там просто адрес контракта, либо график, чтобы оперативно заходили. Тут как раз была такая история, что токен резко пампился, там за пару секунд с 300 ка он там до ляма дошел, и дальше уже была небольшая коррекция, и дальше там на 22 ка в итоге он ушел. Ну вот в целом это просто как бы была тема вокруг маскота Саланы, и как раз сейчас мета и токенов, и вот это все как бы в комбинации дала хороший кейс в токене Хима. Вот. А, я очень... А, я очень... А, сейчас, сейчас, я вот еще у меня сразу вопрос возник. То есть я сейчас стараюсь условно-серьезно заходить в какие-то сделки и лимитки расставлять сразу... То есть я купил, скажем, какую-то монету и сразу расставлять лимитки. Вот я буду вот следующие воины токены покупать. Во-первых, как они могут отличаться, ну, друг от друга, да? И как вот посоветуешь лимитки расставлять, чтобы я купил и сразу лимитки были выставлены? То есть условно... Ну, такой, знаешь, пресет небольшой, вот условно-идеальный для новичка. Вообще, это сложный вопрос. Плюс я торгую без лимиток. Я как бы... Вообще привержен мне теории, что токен живет, пока ты на него смотришь. Поэтому я предпочитаю больше сама все контролировать. Если вижу, что какая-то активность там в чате в токене объем уменьшается, то там закрываю сделку вручную. Но в целом, наверное, для новичка там железно на 70% плюс тело выводить и дальше уже выставлять лимитки там на 150%, там, например, 25% от сумки фиксировать и вот так уже там 300% и так далее. Вот сейчас, можешь еще раз медленнее повторить? Я не совсем понял. То есть вот первая лимитка, вторая и третья. То есть, знаешь, последующие я понял примерно как? Там, ну, знаешь, самое главное, вот первые лимитки. Какие? Ну вот, фиксация тела на 75% плюс. То есть 75% профита, ты имеешь в виду, то есть 75% роста, правильно я понял? Да, там целый нишу выставить. А, все, я понимаю. То есть я правильно понял? Смотри, на 75% выросло, я тело зафиксировал, у меня осталось просто 75%, скажем так, еще в монете, правильно я понял? После такого. Ну, я, тут надо математически высчитать, сколько у тебя в профите осталось, но, в случае, если ты там тело выводишь, у тебя часть монеты, но уже как бы условно бесплатных, и дальше, если у меня не расход, то ты фиксируешь. Самое главное, я записал то, что делать первую лимитку на 75% профита, то есть 1,75 иксов. Окей. И второе, вот я хотел сказать, то есть как вообще, чем отличаются, знаешь, какие вообще монеты Войны токены есть? Я понял, что есть хайриски, есть те, которые какие-то топ-холтеры покупают, вот. С чем вообще отличаются монеты? Ну, вообще, у нас два раздела в отсадах, где ручные сигналы идут, хомяки, это более крупноликвидные, с большой капой, там могут быть токены там на десяток миллионов капок, они, соответственно, уже более тяжелые по раскачке, и там потребуется время, чтобы там забрать условно пару иксов и более. Иногда там тоже токены стреляют на 20 плюс иксов, но опять-таки нужно больше времени. В Войнах это более быстрая отработка, но как-то их классифицировать тоже тяжело, разделение условное, но вот для меня, когда я даю сигнал, я просто разделяю, что крупный ликвид или нет, если это мелколиквид какой-то и нет каких-то там уверенных инсайдов по токену, то это все идет в Войнах. В Войнах уже тоже разные сигналы могут быть, разные отработки. Если даже сравнивать вот то, что мы упоминали химу и эрли, то там токены очень разные, очень разное поведение и волатильность, если хима это было попадание в тренд и очень быстрый рост, ну то есть там 22 отца, они за пару часов были, а эрли это более плавно, с коррекцией, что несколько раз можно было бы там удачно зайти и там торговать на волнах. То есть это все в одной ветке и как именно себя тот или иной токен поведет, это невозможно предсказать. Просто если это попадание в какую-то методу, скорее всего быстрое развитие и быстрый даун. Если же это что-то вот на основе там закупок смарт-валетов, то это скорее всего будет что-то планомерное, но тоже тяжело сказать какая тут лучшая стратегия по входу. Если токены менее волатильные или я вижу, что сейчас например отдыхаю и ожидаю коррекции до такого-то уровня, то я вот как в токене могу написать, что там оптимальная точка входа 800к. Такое тоже бывает, но не часто. И вот смотри, я хотел уточнить вот самое главное и самое важное. Смотри, у меня уже прям 100 долларов ваши заряженные лежат. И вот, допустим, пройдет следующая монета. Как ты считаешь мне оптимально на какой процент на текст 100 долларов заходить? И вот просто какую-то, не то, что стратегию, а вот у меня есть 100 долларов и у меня есть воины токены. То есть какие-то мои действия словно такого рода. То есть на какой процент примерно? Ну, тут зависит, конечно, от опыта. Если он у тебя небольшой, то в любом случае там лучше на, наверное, 3-5 баксов заходить, может быть, даже где-то поменьше. Но в любом случае разбить на много частей свой депозит, чтобы у тебя была больше вариативности, какое количество сделок ты можешь зайти. Ну, в любом случае если у тебя там депозит 100 баксов, то, мне кажется, твой лимит это 10 баксов в сделку. Все, то есть 10 процентов это максимально. Я верно понял сделки? Ну, мое видение такое, да, Назар, может быть, ты прокомментируешь. Да, тут на самом деле смотри, тут очень важный момент, очень важный момент, наверное, самый ключевой. Тебе сначала нужно получить насмотренность. И у нас обычно, когда люди приходят на обучение, они спрашивают, какой стартовый депозит желателен, чтобы начинать. Мы говорим там, ну, в идеале там долларов 200, 300, 400 в этом диапазоне, но это не значит, что ты заходишь там на крупные суммы. Твоя задача насколько возможно минимизировать, хоть на полдоллара заходить, настолько ты заходишь первые 30-50 сделок. И ты не просто заходишь, да, ты когда заходишь, соответственно, ты изучаешь инструмент в этот момент, ты изучаешь, как прошла твоя покупка с точки зрения вообще того, что произошло в блокчейне, ты изучаешь, как можно было, то есть ты смотришь график, ты смотришь, в какую ты точку вошел, как ты, где было бы правильно выйти, как ты выходил, насколько это было правильное решение, там, какие ты там, условно говоря, там, точки выхода реализовал, и как было бы правильно. И когда ты там 30-50 таких аналитик, да, так скажем, работу с этой информацией совершил, ты уже получаешь ту самую насмотренность, по сути, это оно и есть, которая позволяет тебе уже сформировать твою индивидуальную стратегию. Второй момент, это все-таки абсолютно есть разные стратегии, стратегии, вот мы сейчас говорили про воины и хомяки, два раздела в инсайтах, на самом деле у нас разделов гораздо больше, у нас есть индикаторы, разные индикаторы с абсолютно разными алгоритмами, и там вообще другие стратегии, если тебе интересен скальпинг и зарабатывать гарантированно там по 30-50-70-100% с каждого токена, ну, не с каждого, там условно говоря, 8-9 из 10, это вообще другой подход, но везде, на старте, лучше, пока ты будешь вот эту насмотренность нарабатывать, минимизировать точки входа, чтобы максимально растянуть этот депозит на количество попыток, возможно, пока для начала просто смириться с тем, что эти деньги, это идет часть твоего обучения, но не надо, чтобы это 2-3 сделки всего лишь было, или там 10, чтобы это было 50 сделок, а тогда уже все, дальше ты уже как бы у тебя раз, что-то в голове меняется, картинка проясняется, ну, я просто говорю по опыту, как вот фидбэк от наших учеников, и все, есть другая категория людей, вообще я бы три категории людей выделил, первое, это вот условно говоря, те, кто хотят научиться, познать зен, выработать эту профессию, так скажем, да, и начать здесь зарабатывать, вторая категория людей, это которые уже с большим опытом, к нам люди бывают, приходят в приватку, которые уже там 2-3 года и по другим приваткам походили, и они с нами остаются навсегда, и они сразу сходу начинают с большими суммами заходить, и много зарабатывать, и у нас несколько вебов, разборов есть, почему, что тебе там позволяет сейчас там от 5-6 тысяч минимум в месяц делать стабильно на сигналах Алины и в целом на приватке, они объясняют, у меня большой опыт, я просто попал туда, где вот есть нужный кол, я уже понимаю, что с этим делать, как работать, там да, мы постоянно, у нас хороший живой чат мощных людей с абсолютно разным уровнем, все всегда как бы ситуацию в рынке обсуждают, как заходить, насколько кто заходит, плюс-минус там средняя там температура по палате есть, кто на сколько заходит, на опыте кто, и все открыто делятся этой информацией, это вторая категория людей, так скажем, прожженные, опытные DeFi трейдеры, они совершенно другими суммами оперируют, у них уже там совершенно другие прибыли, и третья категория людей это лузики, лузики это не хорошо, не плохо, это просто факт, да, люди, которые готовы и в казино пойти поиграть, понимая, что они там салют, за счет, и я очень часто, я сразу скажу, я комбинирую все три стратегии, сам когда захожу, я сейчас больше все-таки сфокусирована на организации некой системы, вообще всего, что происходит, и улучшение продукта, но иногда сам захожу в трейд, иногда это бывает по первой, второй истории, которую я сказал, а иногда я как лудик захожу, потому что все-таки иногда хочется там зайти на соточку, но при этом, да, при этом это активы, в которых мы уже, исходя из опыта, понимаем, что риск-менеджмент не такой, как обычно, но потенциалу монеты, там, бэкграунд, другой, и вот, да, табул, который мы показывали, вот, по сути, у нас человек, по такому же принципу зашел, он два месяца готовился к этому входу, ждал разворот рынка, какой-то тренд локальный, тогда это был как раз тренд по трону, ты, кстати, можешь вебинар найти, у нас он сохранен, в приватке 40 минут длится, прям полностью его стратегию понять, как он это сделал, он 7 монет на старте, зашел по 1000 долларов, у него суммарный депозит с 10 тысяч было, он там успел там всем зайти, и вот одна с первой тысячи, в итоге ему 308 чистыми тысяч долларов принесла профит за вот, он по большому счету зашел как лудик, но там совмещая, там из первого-второго тоже, опыт безусловно совмещая, и как бы, да, некий все-таки риск менеджмент там был, поэтому тут надо понимать, в какой ты сейчас ситуации, состоянии, эмоциональном роли, как бы, к чему ты хочешь прийти, и ты сейчас конкретно в самом начале сказал, что ты идешь по первому пути, все, у тебя там своя стратегия, да, и, да, 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 говори. А я вот сейчас примерно, я Алину послушал, и я думаю вот так, что я буду заходить на 10% от сделать, во-первых, я понимаю, я уже видел, то есть, знаешь, у меня на смотре, я думаю, выработалось просто, как я наблюдал, знаешь, за монетами, которые кидали, и видел просто, как они растут в прямом эфире, вот, я просто, знаешь, мой простой план, что я прям лимитки буду раскидывать все, кроме 10% мунбэга, то есть, прям, купил сразу, как только, если увидел, если монетка не улетела из воинов, и, то есть, у меня такой план пока, что вот сейчас, Алина, как тебе, я думаю, что просто покупать на 10% и сразу закидывать лимитки на монеты. Любой план требует тестировки, вот, у тебя хороший план, он неплохо, а теперь, как бы, 10-20 сделок сделаешь, ты сам вывод себе сам сделаешь, после того, как получишь. Правильно тебе рассказал. И обязательно пользуйся инсайтами, все, что у тебя происходит, если у тебя есть вот чем поделиться, послушать мнение тех, кто фулл-тайм в рынке, у нас таких много людей, прям мне пишешь, мы веб согласуем, чтобы всем было удобно, и выходим в инсайдах на веб, и уже с теми, кто профессионально в этой движухе, и там, со мной, с Алиной, мы разбираем твои кейсы уже с неким, как бы, опытом тестировки твоей гипотезы, твоей стратегии, и понимаем, где можно усилить, где попробовать по-другому, у нас действительно, там, люди, которые 10 плюс лет в DeFi торгуют, действительно, скальпят, более 10 лет есть, поэтому, вот что, немножко у нас, сейчас я скажу, вот, я просто начал с того, что, чем я буду больше всего пользоваться, это воины токенами, я практически только этим и буду пользоваться, но я думаю, мне, я бы хотел, чтобы Алина, например, сделала демонстрацию экрана, и вот показала каждую папку, что она, для чего, кратко, условно, такого рода, потому что я, честно говоря, еще не во всех папках разобрался, которые тут есть, такого рода, еще, ты говорил про какую-то папку инсайда новая появилась, угу, давай пройдемся, расшарим, если ты можешь меня в теле тоже расшарить, то я сам стрим не вижу, или ссылку на стрим, а я думаю, а вы не сможете расшарить экран, да? Да лучше ты расшарь, ты же в инсайдах, хорошо, 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 окей, окей, сейчас я транслирую экран, так, 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 экран видно мой, сейчас смотрю, вот, я расшарил, а, кстати, приватка, верный же, я помню, стоит 100 долларов в месяц, да? Вообще 200 долларов в месяц, да, но мы регулярно промо делаем 50% скидки, да, в данный момент. Смотри, у нас вообще много разделов, вот слева это разделы, приватка представляет из себя мультигруппу, давай сразу, я прям как вот, как человек, который уже в приватке, тебе, чтобы ты тоже правильнее пользоваться умел, информер, обязательно ставишь уведомление, на все остальное отключаешь, на все остальное ты будешь включать уведомление только тогда, когда ты хочешь чем-то пользоваться, например, ты хочешь поработать по сигналам войны, или ты понимаешь, что тебе в любое время дня и ночи, если в войны что-то прилетает, это нужно, чтобы тебе обязательно пришло пуш-уведомление, то ты стоишь, например, там на информер и на войны, да, все остальное отключаешь, потому что очень много сигналов по ETH-индикатору, SOL-индикатору, какие-то новости, Twitter, отслеживание крупных людей, влияющих на ситуацию рынка, это все у нас делается через боты, через ИИ, которые это все фильтруют, и слишком много информации, поэтому первое, на информер ставимое давление, дальше у нас есть раздел, с чего начать, на самом деле, потратить 5-10 минут, прям всего тут 5 постов, вот поднимись на самый верх, там даже видишь, мы сделаем, типа заглавие, где у нас мы заглавим, короче, на самый верх понимаешься, и тут прям пошагово будет расписано, вот то, что я начал про информер, про подход, какие там стратегии, чаще всего, с чего начать, как какая-то базовая стратегия, с которой начать вообще пользоваться этими сигналами, да, какие разделы, за что отвечают, здесь есть текст, ну, давай быстренько дальше пробежимся, дальше, хомяки, да, Алина объяснила, хомяки, войны, это по сути ресерч от Алины, фулл-тайм, без выходных, хомяки это тяжелые, ликвидные токены, но сильные, которые, в принципе, обычно, когда у нас туда попадают токены, вот то, о чем я говорю, через там 3 недели, месяц, там, там, пипа, там, там, у малолетового недавно появилась, да, мы там 3 недели назад нам дали там 10 тиксов с нашей точки входа уже, то есть то, о чем потом массовый рынок начинает говорить во всем мире, мы чуть-чуть раньше, но мы понимаем, что это не под флип история, а это более долгая история, мы в войну это все стараемся закидывать, где понимаем какие-то интересные точки, если что-то там просело на дип, возможно, или только зародилось, например, токен фи, ты, наверное, слышал, да, есть такой токен, токен фи, мы его покупали на, это, я не помню, то ли, фейер лаунч был, да, это не пресейл был, год назад, то есть там у нас более 3000 иксов, он тоже, естественно, был в, в этом разделе, и 3000 плюс иксов получилось где-то через там 5 месяцев примерно по нему, но это был очень сильный продукт, очень сильный запуск, и там не под быстрый, ну, на быстром флипе тоже там 2-3 икса можно было забрать, но вот в целом он вырос с любой точки входа в течение первого дня на 3000 плюс иксов, это войны, это такая история, если там уже высокие капы, каких-то 1000 иксов, естественно, ожидать там не стоит, это там 2-3-5, там максимум 10 иксов, высокая капа это от скольки? высокая капа это от миллиона? надо смотреть, я бы сказал, что это вообще, в принципе, от 10 миллионов, и можно, там, Алина, если твое мнение чуть-чуть отличается, то тоже вклинивайся в разговор, перебивай, но я думаю, плюс-минус, в этом мы с тобой схожи, смотри, скажешь что-нибудь, добавишь, не? не, все так, да, 10 миллионов это хайкапы, бывает, что 100 миллионов, 200 миллионов плюс доходит, но это скорее исключение, да, но тем не менее, мы можем туда скинуть что-то и на 100 лямах капы, если это прям потенциал на, еще на 5-10 там иксов все-таки там есть, дальше, войны, это уже вот хайриск, хайриск то, чем, в принципе, мы говорим быть первыми в каких-то крупных историях от продуктов каких-то, мы иногда тут и про снайп даем истории, готовимся, там через маэстро, снайпер-бот, например, или еще какие-то другие профессиональные инструменты, для того, чтобы там настроить по каким-то алгоритмам, там по методам, или еще что-то зайти в снайп, иногда прям вебы проводим, ну, редко на самом деле, вот мы там в твинбе когда заходили, кто там был с нами, то знает, там 350 иксов в пике, от наших именно точек входа, мы прям веб собрали, на вебе помогли всем настроить, это моя снайпер-бот, и, ну, там минимум 100 иксов каждый забрал, минимум, так, идем дальше, это войны, здесь, вы про эту историю сейчас долго с Алиной говорили, дальше у нас есть и тх-индикаторы, это вообще основной, на самом деле, локомотив, DeFi, вообще сеть эфира, это локомотив в принципе, DeFi и мемов, и в принципе щиткоинов всяких, и поэтому мы очень много анализаторов на ИИ покупали, тестировали, и у них, как правило, в среднем цена 150-250 долларов, и вот один из них, мы когда поняли, что хороший винрейт, хорошие активы подсвечивают, льем пересылом сюда, без задержек, моментально, смотри, какая здесь история, здесь на 500 плюс иксов, каждую неделю стабильно монетка, но их очень много, и соответственно, как-то заходить, надо вырабатывать отдельную стратегию, но у нас есть подход, мы его тоже на вебе, одном из вебе разбирали, можешь посмотреть, например, когда какой-то нарратив стреляет, вот я сейчас живой пример скажу, был токен Миша от Павла Бутерина, он там, по-моему, собаку так свою назвал, или что-то типа того, и суть в том, когда этот твит, точнее у него был не твит, а пост в инстаграме был, Алина сразу же эту тему отмониторила, потому что у нас пересылы все есть, и пять тикеров Миша в ближайший там час после твита вылетело сюда, два из них рагнули, то есть это 100% потенек денег, два из них дали там в пике 2-3 икса, ну, допустим, там считаем, что тело вытащили, и один улетел, насколько он улетел с того момента, когда мы его подсветили и нашли здесь, не помнишь, Алина, сколько иксов было? Нет, ну, там сотни ксов были, по-моему, мне кажется, там больше 500 было, надо посмотреть, у нас, мне кажется, там больше 500 было, ну, то есть, да, там по 10 долларов зашли бы в каждые, вот уже там, как минимум, несколько тысяч долларов там чистыми, мы бы, ну, то есть, мы бы, а в принципе все, кто это сделал, зафиксировали, то есть там он на капе в районе 25 тысяч подсветился, потом в районе 35 тысяч второй альерт был, уже было понятно, что пошла движуха, и дошел он там, ну, условно говоря, там до, там, 10 в среднем, там, 10 миллионов, да, и это все было реально, времени купить это был, запас, и хорошие иксы, хороший результат. Дальше, саланы индикаторы, мы сейчас из всего, что есть в рынке, отобрали два индикатора, отличаются они, специально изменили, мы когда пересыл делаем, мы не просто делаем пересыл, мы самое важное оставляем, меняем внешний вид индикаторов, чтобы проще было по ним быстрее заходить и вообще в принципе можно было их друг от друга отличать. Сейчас два индикатора, и тут прям винрейт, если фиксить тело на, там, условно говоря, 50-100%, чтобы остальное осталось в виде, там, условно, бесплатных токенов, чистой прибыли, то 9 из 10 у нас сейчас залетает, у нас есть люди, которые даже вот месяц назад пришли в DeFi, пришли обучение, и у них 8-9 из 10 в хороший винрейт, очень хороший винрейт, по одному из двух индикаторов, в другом чуть поменьше, но тоже тут надо вырабатывать свою стратегию. Тут написано апдейт, инкрейст, 18%, еще что-то, не совсем понимаю, а что это означает? Смотри, индикаторы, они не одним постом идут, сначала идет первый пост упоминания, потом какие-то идут апдейты, пошла движуха, да, там, надо у Алины, наверное, лучше уточнить, потому что в некоторых индикаторах он еще и смотрит там прокупку на там, DixScreener, Index Tools, например, тоже об этом, и какая капа в данный момент. Алина, вот немножко прокомментируй, потому что ты настраивала их. Ну вот, там два типа алертов, которые пишут апдейты, он считывает и обновляет сообщения с первого алерта, насколько там через минуту-две произошел рост. А он еще какие-то метрики смотрит, как на эфире, вот у нас индикатор, он еще какие-то метрики смотрит в последующем? О чем-то кричать будет. Посылание, да. Вот второй тип алертов, который, где много эмоди, он может прислать повторный алерт по тому токену, если там опять повышенные объемы, например. Вот этот тип, он делает апдейты по несколько раз по одному токену. Тот, который с апдейтом там инкрист на сколько-то процентов, это обычно по токену приходит только один алерт. На эфире там немножко по-другому основано, там смотрят на смарт-кошельки, на то, на какой объем заходит сейчас и какой в целом объем сейчас в том или ином токене, и там, по-моему, типа разграничения там 10-30к объемов, 50к, 100к объемов плюс, и каждый раз, если происходит какое-то превышение лимита, то приходит повторный алерт. А сейчас я еще хотел уточнить, что по эфир-индикаторам, что по салоне. По эфир-индикаторам я верно понял, что можно по новостям торговать, условно, вот как с токеном, что вышел какой-то токен, ты берешь его, ищешь и выбираешь там, ну, то есть, по новости топ-5, все, которые есть, точнее. А по... То есть, как использовать, как вообще используют люди эти индикаторы? То есть, вот. И что они показывают? Да, вот один из кейсов, смотри, один из кейсов я тебе, в принципе, полностью пошагово рассказал, да, с токеном Миша? Ну, в принципе, правильно. То есть, новость, новость, идем в индикаторы, смотрим, что взлетает, фиксим, да, уже, соответственно, по какой-то стратегии выработаны. По салоне, тут комиссии ниже, тут можно прям скальпить хорошо. То есть, ты, в принципе, можешь, почти все, вот если выработать какой-то подход, что ты там, плюс 30, плюс 50 процентов. Вот у нас был прям созвон, посмотри его, давай так, вот человек, который именно только скальпингом занимается, он говорит, я первый там 30 монет отработал плюс 30, 40, 50 процентов, я вынимал тело, остальное оставалось там, ну, еще что-то. Там потом фиксировал как-то там лесенка, слонгера. Он говорит, потом я там, следующий 30 монет, я уже понял, что у меня такой же венестр сохраняется плюс-минус там 8-9 из 10 в плюс. Если я вынимаю сходу на плюс 70, там 90, 100 процентов свое тело, и у меня еще по сути практически такой же объем остается в монете, да, и дальше я лесенка фиксирую. То есть тут чисто насмотренность, еще очень важный фактор ситуации в рынке, рынок живой, да, то, что сегодня это так, завтра это все может как в одну, так в другую сторону немножко подскорректироваться, сдвинуться. Здесь надо просто задрачивать эту тему, да, это по-другому, не знаю, как даже сказать. То есть идея, прям рутина выполнять эти действия, анализировать свои точки входа, использовать для этого, естественно, надо быстрые инструменты. Сегодня самый быстрый бот это фасоль. Ребятам скинь ссылочку обязательно свою для тех, кто именно хочет скальпить в Солане, это, наверное, самый эффективный инструмент. Ну и, в принципе, тут как бы выработка каких-то личных стратегий и, опять же, чат, наши вебинары внутри, которые позволяют скорректировать выводы, стратегии, потому что много людей, которые этим живут. Здесь какой-то универсальной стратегии нет. Но, чтобы начать, можно попробовать с подхода, типа, 30-40% есть, сразу с небольшим профитом выводишь, и остальное смотришь, там, по ситуации, вырабатываешь какую-то стратегию, например, по 25% эту сумку разгружаешь, смотришь, как это происходит. Кто-то перезаходит, кто-то работает с графиком, опять же, в фасоли очень качественно быстро подтягивается график, но быстрее нигде не подтягивается, и можно смотреть, как работает маркетмейкер, это вообще суперчастая история, суперчастый подход, это не обязательно там по индикаторам, в принципе, на лоу-капах, маркетмейкер, как правило, удерживает определенный уровень в начале, и бывает так, что там, вот бывает так, ну, опять же, рынок живой, что эта работа маркетмейкера, все маркетмейкеры повторяют успешные кейсы друг за другом, по факту, и мы понимаем, что сейчас вот они работают все плюс-минус вот так, да, то есть они там сутки удерживают там определенный уровень, там дальше, либо там слоу-рак начинается, либо какой-то там пам, и почему бы нет не отрабатывать эту тему стабильно, то есть ты можешь, давай, сразу забегая вывод вперед, опять же, вебинар посмотришь, вот тот человек, который сказал, что потом он понял, что на там плюс там 90 в среднем процентов можно тело вытаскивать, вендрит не приняется, он по факту с перезаходами в день делает 300-400 процентов в торговой сессии его в течение дня по там работе по там удержанию уровня маркетмейкера, по там входе на старте, 300-400 процентов он делает, все у нас в отзывах скрины эти есть, мы тоже их периодически туда отправляем, ну то есть это такая как бы штука в двух словах не скажешь, я тебе так поверхностно, условно говоря, уже три подхода там описал, да, и есть и четвертый, пятый, десятый и так далее, ты можешь комбинировать, смотреть, пробовать, это требующее внимание, подход, это не какая-то там кнопка, да, бабло. Давай дальше пойдем, да, смотри, твиттер, отслеживание, что у нас сейчас туда, какой-то пул, инфлоф, ключевых лидеров мнения, владельцев блокчейнов, Алин, там добавь, что там еще? Да, там SEO основных сетей, типа там, то ли у Соланы, Радша, Виталик Бутерин, Сизи и так далее, в общем, лица, которые часто дают инфоповоды, и после них как раз создаются токены, мы их отслеживаем, то есть как одна стратегия тоже держать на фокусе этот раздел, если что-то, что на ваш взгляд может там породить токен, то уже анализировать индикаторы и так понимать, комбинировать, комбинировать все эти разделы между собой. Если мы знаем какое-то, что будет лаунч хайповый и там Twitter выложит смарт-контракт, то мы тоже подключаем, чтобы оперативно получать уведомления об этом, тут из Twitter задержек вообще нет, моментальный пересыл, ну и в этот же раздел добавляем, если лаунч какой-то в ТГ происходит, там тоже подключаем пересыл, либо если там есть закрытые группы, куда в первую очередь дают контракт, тоже автопересыл подключаем в этот раздел. Это вообще отдельная история, давай я сейчас тебе перебью, расскажу, потому что это вообще крутейшая штука, у нас есть чувак, который по этой стратегии, сейчас я расскажу, какой стратегии, у нас, кстати, в обучении, это одним из последних уроков, мы тебе дадим доступ к обучению, обязательно пройди его, не спеша, смотри, у нас чувак уже есть, он там с, не помню, с тысячи долларов он, А7 новую купил себе, да, или какую машину, я не помню, или А5, или А7, короче, за, ну, за год, примерно за год, то есть это не быстро, да, то есть, ну, большая сумма, то есть это там больше 100 тысяч долларов с тысячи, но вот он именно планомерно по рабочей стратегии, и смотри, какая штука, есть и у Маэстро свой скрэпер, и в принципе, мы там в обучении рассказываем, какими инструментами можно пользоваться, когда в Твиттер публикуется контракт, как обычно ритейл делает, да, и вообще в принципе даже инфлы на самом деле, я сколько был на внутренних внутренних альфах различных запусков, где там по 50 инфлов мы угорали там, они все покупают вручную, а это как бы такая история, как бы, да, купить вручную на старте, скорее всего, ты exit liquidity, да, для тех, кто покупает прайл, для снайперов, да, и что такое покупка через этот раздел пересыл из Твиттера и то, что Алина сказала, с телег, когда мы понимаем, что в телеге будет адрес контракта, мы настраиваем скрэпер, чтобы мы, в принципе, покупку совершили с публикацией контракта менее чем за одну секунду, то есть можно прям настроить на этот раздел, можно настроить на Твиттер, мы этому всему в обучении как отдельный урок тоже все рассказываем, какие инструменты, как это все делается, и у тебя получается, ты по сути снайпишь Твиттер, снайпишь контракт на там, не знаю, там какой-то там тикер будет, ничего не зная, настраиваешься зрание, сидишь, не паришься, у тебя все автоматически покупается, автоматические лимитки выставляются на продажу, например, там на 5 иксах, чтобы ты там забрал 5 иксов там, условно говоря, остальное осталось там дальше, это как бы супер рабочий подход, иногда бывает история, когда там, блин, ну иногда бывает там просто заходишь там на тысячу, вынимаешь сразу 10-20, когда, например, ты понимаешь, что этот токен особо снайпить не будут, ну а инфлофт там, особенно СНГшные запуски такая история, инфлофт там до хера, они все будут вручную прокупаться, ты просто их опережаешь, разгружаешь, все, или какие-то там Твиттер запуски, которые в СНГ, например, не говорят, кстати, в основном все даже, больше всего людей снайпят из СНГ, на самом деле, так смешно, это звучит, но по факту, это по рынку получается так, и если ты понимаешь, какие-то там, условно говоря, крупная команда какую-то историю свою запускает, но это не какие-то люди, которые прям именно Диген и Дефай, их тоже вообще со снайпить там на автомате можно прям очень хорошо, качественно, на большой объем, поэтому это отдельная история, тут прям отдельная насмотренность, отдельное умение работать с инструментами, я бы сказал, что это такой прям про уровень, но все это как бы есть, идем дальше, ну, плюс-минус поверхностно сказал, захочешь когда-нибудь в эту тему погрузиться, отдельно лучше созвонимся, обсудим, и после того, без слова, тебе надо пройти вот этот раздел обучения, что там дальше, смотри, у нас там, ну, чат, это понятно, зайди в него, давай посмотрим, что там происходит, вот у меня, наверное, задержка, ну, короче, чат, просто чат, это инструмент, на самом деле, у нас постоянно идут обсуждения, кто куда заходит, у нас тут стоит бот, который показывает, слышно, слышно? так, сейчас подожди, что-то сейчас плохо слышно, сейчас, может, я закрою свой, этот? да, я тебя слышал, или нет? так, все, отлично, у нас есть вообще, на самом деле, два чата. Слышно, слышно? Слышно, да, все хорошо. Смотри, у нас есть общий чат, у нас еще есть чат ваших инсайдов, в ваших инсайдах, в общем чате, у нас там два бота подключены, которые отслеживают ваши коллы, у нас там, можно смотреть рейтинг по вашим коллам, люди тоже туда колют все какие-то истории, там, недавно было рейтинги, там, токены на 73, что-то такое, именно уже, а те, кто пошел обучение, сами находят монеты, короче, это по факту инструменты, там рабочий движ идет, да, мы иногда там помогаем с организацией ремитов каких-то, где-то, например, я там, на криптоконференциях, я бесплатные билеты, добывая там, да, за счет, условно говоря, рекламных пасов, каких-то конференций, там, в Москве, недавно, там, всем желающим раздали билеты, которые 10 тысяч рублей стоили, и люди встречаются, об этом тоже обсуждают, мы сейчас сделали новый раздел, где они могут, типа, свои фотки с этих встреч, там, какие-то приколюхи, там, скидывать, но по большому счету, это все рабочие инструменты, оба чата, это рабочие инструменты, ваши инсайды, это, соответственно, где вы уже сами что-то пытаетесь находить, делиться с этой информацией, а чат, это где, там, вот, по ситуациям сейчас, что там дальше у нас интересное, база знаний, все, что нужно, все боты, инструкции, ну, зайди там, всегда всех опережаем, это не преувеличение, например, пасу и сделали полный расклад, где будет пам-площадка, где будет там, один, второй, там, декс-обменник, все кошельки, где что, смотреть за это, опять же, 2-3 недели до того, как все начали об этом говорить, уже можно было со всеми инструментами, ботами заранее познакомиться, и так далее, вот, да, например, вот, вот, например, где смотреть графики, тренды, там, обозреватели, там, какие-то еще, там, новые пары смотреть, там, отслеживать кошельки, свапалки, и так далее, и так далее, лайв-мероприятие, это понятно, аэрдропы, у нас есть чувак, который, тоже он там, в нашей приватке, и он взялся за аэрдропы, там, человек с пару сотен долларов летом больше, там, 15 тысяч баксов вытащил на одном из дропы, и все, что он дает дропы, они, как правило, выстрелят, чисто на энтузиазме, он там свою ревку даже не шилит, он во всем, что сейчас есть в ретодропах, аэрдропах, он туда постоянно постит инструкции, чисто вот, Кондрашов, Александр, на энтузиазме это все делает, потому что, вот, а это что, когда Александр Кондрашов, это, а, значит, однофамилия, просто есть еще, по-моему, ютубер Александр Кондрашов, нет? Не-не-не, естественно, это не инфлюенсер, да, это просто челик, который живет этим всем, чисто ретодропами, двигается там, пришел к нам в приватку, теперь с нами завис, говорит, давайте я буду по дропам всю инфу скидывать, потому что, ну, то, что вот он многих платных приватках по дропам сидит. А я сейчас вспомнил, мне прям понравилось, там, я какой-то вебинар смотрел, там такой типчик, он, такой серьезный, несерьезный, не скуп, а как это сказать, ему там, типа лет 35 или 40, но прикольно, что он прям рассказывает, то есть он, так спокойно, но при том, что он 40 лет поднимает нормальные бабки, вот это я, знаешь, сначала мне показалось не то, что, как сказать, что у нас прям он медленно там что-то говорит, еще что-то, но при этом он нормально зарабатывает. Старая школа такая прям последовательная, да, такой советской закалки чувака, у нас таких нескольких людей, на самом деле, в возрасте, которые прям сидят этим, занимаются, и помогает нас, они нам помогают на самом деле, потому что вот у нас, вот я тебе кейс скажу, у нас есть там девочка Маргарита, она пришла, ей очень тяжело было, и он ей просто вот помогает, там, как открывать эти сделки, свою стратегию по скальпингу, там, неделю объяснял, и она вот начала уже благодаря там обучению, его поддержке, там, да, в чате, там, созвонных вебинар, самостоятельно уже эффективно прям скальпить, то есть как бы комьюнити, это не просто комьюнити, это реально охренительный инструмент, и охренительная атмосфера, там, очень сильные люди, поэтому ты взаимодействуешь тоже с ними, на самом деле, это быстро, хороший, по NFT разделу, ну, тут понятно, там, иногда периодически, то, что мы флипаем, туда закидываем, но это не, не приоритет, промо на биржах, наверное, там, что-то какое-то, ну, тут, типа, лаунч-пулы какие-то, если сильных проектов происходит, что-нибудь закидываем, смотри, вот этот раздел, то, новый парк, в данный момент он отключен, у нас периодически, где-то будут появляться разделы, которые под актуальный тренд, пересылы каких-то там историй, когда на санпампе движуха была, туда все пересылалось, когда это уже, слава, не актуально, выключается. Робот-хэш-7, это для тех, кому интересен алго-трейдинг, там все инструкции, наша стратегия, мы сразу, я по принципу, нахожу самого, как бы, главного чувака в проекте, и ему говорю, чувак, если будут вопросы в приватке, если что-то надо веб провести, там, и ты на все вопросы готов отвечать, он говорит, готов, тогда мы делаем этот раздел, и у нас есть, типа, условно говоря, индивидуальная поддержка для таких продуктов. Ну, мотивация, понятно, это какие-то мысли, на самом деле, тоже важный момент, потому что много фидбэка есть от людей, которые, которые там в яму попали, разобрали там ситуацию, там, есть люди, которые у нас были, например, там, хотел чувак уйти с работы, кредит взять, и прорабатываем эти моменты, отговариваем, да, то есть, помогаем правильно подойти к вопросу, потому что многие ошибочно полагают, что вот все, у всех получается, вот, знаешь, часто слышу, у всех получается, что я тупой, у меня тоже получится, а это на самом деле, большой практический, как бы, опыт должен быть, да, склад ума тоже, там, подход, и надо ко всему относиться здраво, последовательно, мы это тоже моменты прорабатываем, и какие-то выводы сюда закидываем. Ну, раздел пресейла там есть, да, еще, тоже, когда какие-то прессы проходят в DeFi, туда закидываем, только что ты, да, на него показывал. Ну, в принципе, наверное, это все, если что-то будет появляться, только новая атака, ну, основное, конечно же, это приоритет, это войны, хомяки, индикаторы, пересылы основных ключевых значимых моментов, по сути, работа в DeFi, айрдропы все-таки, тоже бы, как бы, если эта тема интересна, сфокусировалась, потому что тут собирается консолидироваться топовая инфа. Ну, и база знаний, раздел, который постоянно обновляется, и всегда, все, что нужно, все боты, инструменты, роботы, все туда попадает в первую очередь. Да, я, кстати, например, тоже всем скажу, если кто слушает, например, прекрасно понимаю, там, где-то я разбираюсь, там, в эфиральных программах, еще где-то, ну, скажем так, в сравнении с мемами, я, допустим, понимаю, что мне не стоит заходить с большими суммами, мне лучше научиться, и поэтому как раз я торгую, то есть, скоро 100 долларов мне выстрелили на заре, еще другие приватки, и я сейчас буду торговать каждые, каждые два дня, утром, то есть не утром, вечером получается, я буду торговать, покупать монеты, такой план. И спасибо большое, что ты рассказал про приватку, мне прям понравилось, я еще многие моменты вспомнил, вот, которые были. Спасибо, что поддержал. И Алина. Включайся. Так, что еще? Да, главное спокойненько, если будут вопросы, всегда на связи. Ну, кстати, а сколько людей, интересно просто, сколько людей на стриме, может, вопросы какие-то пишут? А, хорошо, было в пике 20, сейчас, кстати, знаешь, что я сейчас скажу, обычно я просто, сейчас это день, обычно я стримлю все время, ну, вечером, помнишь, когда я тебе писал, там, в этот, в... то есть прикольно, знаешь, что мне понравилось, что прям вот стабильно было 15 человек, 15, 17, вот, я удивлен на самом деле, я почему-то думал, что будет меньше, потому что, учитывая, что я первый раз днем стримлю, и вообще я стримлю не очень часто, вот, ну, в смысле, то есть с ней я не очень часто, только начал, условно, вот, прям прикольно, что прям стабильно держалось. Сейчас я чекану, если какие-то вопросы есть, можно сказать? Да, прикольно, у нас, интересно, да, вопросы, если есть, давай, на самом деле, очень интересно, если будем какие-то конкретные стримы, кейсы разбирать у тебя на стриме, вот прям конкретные, там вообще, там обычно людей гораздо больше, потому что, ну, вот прям по полочкам разбираем, и всем конкурсуются. Я хочу, знаешь, я хочу какой-то вот прям попасть, знаешь, в воину токены, а, ну да, да, все нормально, нет, я сейчас просто, ну да, я, а, тебе будет трудно закидывать воины токены, мне волосы дублировать, там, условно, через секунд 20-30, на всякий случай. Не, я такое не практикую. окей, все нормально, я просто буду следить. Так, вот сразу вопрос, сколько стоит приватка? Спросили. На данный момент за 100 в месяц можно зайти. Привет, только так, 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 вот, а, тут просто 3 одинаковых вопроса было от 3 разных людей, вот, то есть, так, 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 да, да, платная, ну, кстати. Давай пройдемся по вопросам, это тоже такой важный момент, мы на все вопросы, разверну там, готовы отвечать, потому что интересно было их познавать. тут просто 3 одинаковых вопроса задали, 3 разные люди, сейчас, тогда подождем еще вопросов, если еще какие-то будет, я думаю, сейчас будут, вот, а сейчас я еще сам позадаю какие-то вопросы, сейчас я думаю, мне просто летали какие-то мысли в голове, так, это я буду, все, а, вот что, я хочу разогнать Фома, то есть, я хочу, то есть, еще у меня немножко, то есть, вот на химии, я почему-то фиксанул всего 2 икса, а оно, влетело на 23 икса, вот я хочу прям поймать, у меня прям задача, поймать какую-то монетку на 20, на 10 иксов, спрашивают, спрашивают, сколько стоит обучение? Давай лучше через, личку как-то, у тебя же там есть, там, твой контакт, я думаю, у нас подход такой гибкий достаточно, во-первых, разные комбинации на количество месяцев доступа, потому что само по себе обучение, оно подразумевает тоже, как бы отдельно группы для обучающихся, где созвоны, и мы обязательно добавляем в приватку, всех, кто проходит обучение, по сути, это место как бы сразу в поле, воин в поле, и есть разные вариации на количество месяцев, то есть там будет порядка 5-7 цифр, поэтому напишите, скинем все это, расскажем, у нас там есть еще развернутые. Я бы, может, мне, знаешь, что, я тут так обратную связь закину, когда вот ты представлялся, я думаю, что тебе еще стоило минуту-две рассказать о себе, условно, что ты 4 года там снимаешь канал, такого рода, что у тебя там куча бабок, такого рода, вот, я так думаю. Слушай, давай так вот, люди сейчас вот этот вопрос подтвердят, да, что им интересно это. Я обычно, знаешь, как делал, когда я вебу себя проводил, потому что у меня тоже там, да, YouTube всякий, англоязычный YouTube по крипте, ну, много. А я открыл все свой канал, где 40 тысяч на ТГ. Да, и я обычно всегда спрашивал, интересно ли вам про Алину, как она пришла в крипту, потому что она пришла через обучение, я это вначале сказал, через мое полтора года назад, сейчас она одна из лучших, то есть, понимаете, она там, в приватке год, мы находимся, то есть, за счет того, что она в контексте всего происходящего в данный момент, то есть, level up просто с нулевого уровня знания до максимума, и за менее, чем на самом деле, год, суммарно даже, наверное, полгода прошло, когда уже все, мы поняли, что нам надо делать свой продукт, и это информация, которая может сделать новых миллионеров, в принципе, в крипте, и это не преувеличение, да, то есть, у нас уже были кейсы, где мы давали колл, по токену сильно, например, может быть, вы слышали, нет, там год назад, и все купили, кто его купил, это минимум 2000 иксов, то есть, такие кейсы часто бывали, и, если интересно, могу и про себя рассказать, иногда я прошу там Алину рассказать, это очень прикольный кейс, прям, ну, классная история, вообще такая жизненная, крутая, life change, который позволил там, принять вот это сложное решение, и мне когда-то, но у меня немножко по-другому было, и ей, то есть, уйти с работы, которая, в принципе, приносила основной источник дохода, и, там, перейти в крипту, в DeFi, там, без привязки к месту жительства, это крутая штука. А, вот тут в чате пишут, сейчас, интересно, расскажите оба, я бы тоже еще послушал, знаешь, я тебе просто говорю, знаешь, когда ты вначале представлял себя приватке, рассказывал, то есть, я просто, еще смотрел, слушал, я бы, знаешь, просто тебе в целом закидывает, что ты крутой чел, знаешь, вот так вот, я тебе просто скажу, такое, а вот тут два человека сразу спросили, один спросил, интересно, расскажите оба, и расскажите про Алину, ты, кстати, спрашивал, сколько зрителей, сейчас 18 на данный момент, вот, а, если что скажу, я делал ставку, что это на Ютубе выйдет, вот так вот, то есть, я о том, что на Ютубе выйдет должно быть вот так. Ну, смотри, не проблема, давай расскажем, мы всегда готовы поделиться информацией, смотри, давай расскажем про Алину, я потом, если интересно, еще раз подтвердяться про себя расскажу, у меня чуть подольше, как бы, вэграун здесь, и, в принципе, жизненная история прям, сильно больше, смотри, еще раз, ровно полтора года назад, там, может быть, чуть-чуть поменьше, в какой-то момент, один из менеджеров биржи BitGet мне предложил, давай мы сделаем запуск, там, обучение по крипте, я сказал, окей, какое там, какое ты можешь, я сказал, что, типа, давайте все способы заработка по крипте, это, в тот момент было популярно, ну, естественно, DeFi, это Арбитраж, это Фьючерсный трейдинг, у меня еще отдельная группа, тоже, у меня несколько профессиональных трейдеров, которые прям занимаются этим фулл-тайм, именно профессионально трейдят, не на терминалах биржи, а на профессиональных терминалах, то есть, как бы по платным сиям, не будем сейчас сильно про это, короче, Фьючерсный трейдинг, Арбитраж, NFT, DeFi, что там еще, наверное, еще ретро-дроп, аирдроп и все, и это были тогда основные моменты, которые интересовали всех, я где-то сам, где-то кураторов собрал, и вот Алина пришла через Фьючерсный трейдинг, потому что очень интересно, в крипту обычно все приходят через Фьючерсный трейдинг, такое самое понятное, как бы сочетание слов для человека, который в крипту приходит, и она как бы, когда много информации, когда очень много разделов, человек сталкивается с расфокусом, я думаю, вы точно себе это видели, блин, с чего начать, вроде аирдропы, и это интересно, и это, и чтобы это, и NFT там, чтобы это отслеживать, как бы на все время никогда не хватит, даже у нас, когда мы работаем иногда там, без выходных месяцами, по среднему там 12-15 часов в день, на все времени не хватит 100%, поэтому всем всегда говорю, первое, определитесь с тем, куда у вас сейчас тянет душа, вот где реально вы сможете длительное время разбираться, и вам будет кайфово, интересно, вот знаете, бывает прям интересно, в чем-то разбираться, собственно, сказал это Алине, она тогда поняла сразу же моментально, Алина, что твоя тема DeFi, чуть-чуть два слова скажи, как это было. Да, вот прошлой весной было обучение, тогда тоже была приватка, и как раз-то был такой мем-сезон на Щитках, мне кажется, это было больше локально, как в СНГ, и тогда как раз, когда началось обучение, я вступила в приватку, и пошли первые сигналы, и тогда уже я просто была в шоке, что можно там так быстро с 10-100 баксов сделать пару луксов, и буквально это занимает там несколько минут, тогда у меня просто какой-то мир перевернулся, что можно за несколько минут сделать там несколько иксов, и это казалось таким легким заработком. Ага, тут очень важные моменты, вот легкий заработок, ключевые слова, но по факту ты все потеряла, да? Как это было? Давай так, с какой суммы ты начала, сколько получилось, за какой интервал времени, благодаря информации в приватке, заработать, на тот момент это вообще другого уровня была приватка, это просто обычный чат был, я был в проектах, и закидывал туда как бы информацию, так скажем, очень редко, и на самом деле мало, ну, короче, вообще небо и земля с тем, что сейчас это выглядит, но тем не менее, с какой суммы ты пришла, давай еще раз, ты пришла с ютуба, увидел, что есть обучение, купила обучение у меня, попала сразу же в приватку, еще обучение не началось, ты уже начала по сигналам что-то зарабатывать, давай, поехали. Да, все так, по суммам я уже не помню, но помню, что, ну, наверное, в районе со 100 баксов я примерно начала, и потом уже спустя там неделю, наверное, полторы, у меня уже было в районе 700 баксов, и потом я это все потеряла, потому что подключилась этим кошельком, с которого торговала, на фишинговый сайт, тогда, по-моему, была тема с дропом арбитрома, если я правильно помню, в общем, в каком-то телеграм-чате увидела инфу, что, типа, попробуйте законнектить, вдруг у вас тоже дроп есть, и мне было очень интересно, я законнектила, и, в общем, все средства у меня вывели, ну, в районе 700 баксов это было. Так, отлично, смотри, но обучение еще не началось, то есть, да, вот это базовый принцип безопасности организации своего рабочего пространства, то, что у нас первые два блока в обучении, это критически важная информация, которую должен знать каждый, короче, ты еще не успела посмотреть, поэтому ты сразу же так, условно говоря, там потеряла все это по ошибке какой-то. Да. Так, окей, давай дальше, меня просто откликли, немножко сбился, смотрите, ребята, у меня в телеге тоже есть недавно пост, сделал 8 способов скамок, вот прям, если хотите, попросите Ростика, он у себя его продублирует, очень важно посмотреть, почитать, вникнуть, чтобы не терять сразу же сходу те деньги, которые у вас либо есть, либо заработаете. У меня недавно, мне каждый день, на самом деле, люди пишут, купил монету, не могу продать, это недавно чувак на 15 тысяч долларов свою первую сделку сделал, все их потерял моментально, поэтому небольшое такое отступление, очень важно на самом деле не спешить, изучить эту тему, здесь очень много подводных камней. Так, идем дальше, короче, ты проходишь обучение, ты слышишь от меня эту историю, что сфокусироваться надо на одном из направлений, и как ты выбираешь DeFi, почему ты выбираешь DeFi, давай прям, эмоции. Ну, да, поскольку как бы первый коннект вообще с Crypto у меня именно через DeFi произошел, хотя изначально интерес был через фитерсный трейдинг, но в тот момент была движуха именно по щиткам, поэтому я зашла и начала что-то делать именно уже через щитки. И вот в тот момент, когда пошли первые кссы, и я там почувствовала какие-то первые деньги, которые довольно быстро пришли, и я как-то, ну, может быть, поэтому сфокусировалась именно на DeFi теме, плюс тогда Назар реально всем транслировал, что нет смысла распыляться вообще на все сферы, так будет тяжело достичь результата, и тогда просто как-то, ну, наверное, по внутреннему отприку я выбрала DeFi направление, ну, и в целом какая-то, ну, тяга к этой сфере была, плюс я всегда ждала очень судорожно эти сигналы, прям была на фокусе. На адреналине руки тряслись, наверное, да, вначале? Да, да, прям какой-то был мандраж, ажиотаж, я прям помню, что ходила с включенными там уведомлениями, всегда ждала, что что-то будет новое, и всегда это какой-то там, типа, заряд эмоций был и положительных, и негативных. Ну, и как-то ты тоже всегда был на коннекте, там были созвоны, была поддержка, и вот, наверное, это помогало оставаться в этой сфере, и там, не забивать, если были какие-то неудачи. Короче, давай сразу же перепрыгиваем несколько месяцев в твоей практике, у тебя, давай, немножко о тебе в твоем гранде до обучения. Ты работала, да? Да, я работала в IT-компании, но в целом у меня, почему я начала криптой, увлекаться, интересоваться, мне просто как-то надоела эта сфера деятельности войти, я как будто бы, ну вот, как бы банально не звучало, какой-то потолок почувствовала в этом направлении и хотела что-то новое, и в целом уже спустя полгода, наверное, я как раз уже ушла из найма, и вот сейчас в свободном плавании. Это тоже, я помню эти все моменты, это непростое было решение, ты совмещала много месяцев подряд трейдинг, там, DeFi и основную работу, и я помню, тебя это бесило прям, и в какой-то момент ты все-таки смогла принять это ключевое решение, которое полностью сделало действительно life change в твоей жизни, что, в какой, что, да, какое слово, даже не знаю, подобрать, какой определенный набор состояний, эмоций, фактов позволил тебе отказаться от хорошей, стабильной работы и уйти в свободное плавание в DeFi, вот, может быть, ты даже какой-то совет ребятам дашь, кому это в будущем тоже пригодится? Ну, вообще, это было реально, наверное, относительно недолгий, но для меня долгий в моменте путь, когда я параллельно работала на двух работах, ну, и, соответственно, когда я только поняла, что у меня реально получается там стабильно зарабатывать именно в щитках, только тогда я приняла решение, что можно уходить из найма, ну, и в тот момент уже интерес к той работе, он уже реально прям подупал, и чисто эмоционально я уже туда не хотела совершенно увлекаться, и как бы уже фулл-тайм, хотя бы, как бы работала и там, я была включена в крипту, параллельно там мониторила запуски, трейдила, и была с тобой на коннекте, и как-то это произошло плавно, но как бы за этот промежуток времени я там и на подушку безопасности уже там собрала, что мало ли что, в общем, не было это резким решением, что я там ухожу в никуда, был какой-то промежуток времени, когда я аккумулировала там и знания, и опыт, и совмещала и то, и другое. Вот это очень важный на самом деле вывод, я надеюсь, вы его правильно все услышали, всегда должна быть уже наработанная практика, во-первых, с которой вы понимаете, что вы идете не в какой-то экспериментальный формат, а где у вас уже стратегия есть, результаты стабильные есть, обязательно подушка безопасности какая-то, хотя бы там на 2-3 месяца, понятно, что у всех там жизненная ситуация разница, разная у кого-то, это там одна сумма, у кого-то другая, и плавный переход это оптимальный вариант, если вообще в принципе идти в криптию, но самое главное понимать, что у многих это получается, это легко, и в целом ты заняешься, ты ни к чему не привязан, и это прикольно. И в какой-то момент давайте сразу перепрыгнем к следующему этапу, когда мы, я понимаю, наверное, больше тут от меня инициатива была, я понимаю, что Алина все, она уже прям живет этим, нам надо делать приватку, потому что мы сейчас в общем во многих приватках, и я тогда был, и я внутри проектов был очень много, и знал, как устроены приватки у других, я понимал, что нету качественных продуктов, по факту нету качественных приваток, все это какая-то спонтанная история, есть у админа, и у меня также это было, желание он туда, в проектах находится, он что-то туда постит, нет, не постит, то есть, почему есть приватки, которые стоят, например, какую-то сумму на год, или типа лайфтайм, навсегда, потому что админ понимает, ему проще сейчас продать, что-то дорого, потому что хрен знает вообще, может через месяц он вообще на нее забьет, но так хотя бы он заработает какой-то определенный финансовый результат, продав большому количеству людей, мы же пошли по пути другому, мы сделали самый дешевый в СНГ вход, дешевле нет, но при этом у нас качество приватки лучше в СНГ, это я без привлечения говорю, найдете лучше, скиньте мне, мы обязательно купим, и мы покупали и за 1000 долларов, и за 500-700 долларов приватки, я могу точно сказать, аналогов не встретите, вот, не знаю, ростик тут в большом количестве, представь, знаешь, что мне не хватает, представь, я только что понял, что не хватает вашей приватки, каких-то вот, например, знаешь, вот войны токены, и какого-то вот анализа условно токена, то есть не анализа, а знаешь, как сказать, как будто какого-то... По каждому колу? Ну, не по каждому, а хотя бы вот, например, по какому-то из, чтобы условно не разбор, как сказать, а вот просто смотри, я сейчас просто вспомнил, я одну приватку слежу, там чел скидывает, допустим, монету свою, а потом условно, и не каждый раз, и потом иногда что-то, знаешь, дает какой-то комментарий свой по монете, или не только комментарий, а, ну, что-то, что можем, допустим, про ту же химу, условно, то есть мне вот понравилось, например, сейчас слушать комментарии по химе, по вот, и Орлу, что там нужно было следить за монетками, то есть не за монетками, а за кошельками, то есть вот если такого, то вот было бы славно, знаешь, и не часто, а условно там, вот какая-нибудь монетка, допустим, улетела на 100 иксов, и не объяснить, как сказать, ну да, вот, знаешь, какие-то прям, какие-то интересные кейсы, сделать вот отдельную ветку, где не часто, а интересные кейсы, знаешь, говорить как вот, условно... Давай я отвечу, смотрим, тут есть на самом деле три ключевых момента, во-первых, когда скидывается сигнал, особенно в воинах, то каждая секунда на счету, как правило, никаких комментариев нету. Нет, а я сказал, что по факту, если поработать, ты сказал. Да, да, смотри, да, первый, слушаю. Да, смотри, второй момент, Алина же сама тоже всегда заходит во все эти истории, и, соответственно, ей потом тратить на это время, да, при условии того, что она сама в активе, это раз, второе, она всегда в фокусе всего остального, чтобы другие, иногда в день по три-пять сигналов бывает, да, то есть она всегда в фулл-тайм фокусе, вот это, раз фокус внимания, он ни к чему хорошему, ни для кого не приведет. Лучше пусть будет больше качественных точек входа для всех, нежели чем там одна с каким-то потом развернутым описанием, которое по большому счету нахрен не надо, ну, то есть для тех, кто уже на опыте, им этого не надо, они, как правило, уже понимают, что с этим делать, это только там тебе сейчас интересно, ну, там те, кто на первой там этапе, да, работы с эколами, а потом это тебе особо-то и не надо будет эту информацию, ты это сам поймешь. И третий момент, мы все-таки позиционируем так, что, вот смотри, конверсия тех людей, которые пришли просто в приватку и начала хорошо зарабатывать, она относительно, вот как есть, говорю честно, небольшая, потому что у большинства людей в принципе нету понимания практического опыта, да, как работает DeFi, какие-то люди еще просто не привыкли, не поняли, не разобрались, на это тоже нужно время, и можно, можно только за счет приватки, многие у нас, кто, наверное, очень хорошо себя там чувствует, не покупали даже обучение, но это чаще всего люди с хорошим опытом, и мы все-таки за подход, чтобы в приватку люди шли уже после обучения, точнее, как бы сразу они идут, покупая обучение, да, и сразу практикуются, но обучение, оно действительно здесь нужно, смотри, как произошел у нас момент, когда мы сначала с Алиной сделали в тот момент, как вот мы рассказывали эту историю, сначала сделали приватку, и потом мы поняли, это такая большая проблема, люди видят нашу статистику, наши результаты, они заходят, видят, мы там давали там часовой доступ посмотреть, они видят, что реально эти все колы были, реально эти сотни тысяч иксов там в каких-то хайповых моментах рынка, они есть, но когда они сами торгуют, у них не получается, Алина дает 1, 2, 3 колы, и все в плюс, там на какие-то количество иксов, а люди заходят, и они типа минусуются на них, на этих же колах, и мы поняли, что блин, а как нам вебы постоянно, что ли, проводить каждые там два дня для тех, кто вступает в приватку, чтобы как бы это как бы рожевывать, это нереально, потому что много времени надо, мы начали уже формировать наше обучение, это как бы необходимость, мы пришли изначально не обучение делать, потому что это гемор для нас, нам вообще это обучение не хотелось делать, да, с одной стороны, но это реально гемор, нам проще хорошую качественную приватку ввести, как продукт, и где люди реально зарабатывают, нежели еще какие-то там обучения, вебинары, мы же теперь вынуждены каждую субботу качественные проводить вебинары с разборами, ответами на вопросы, усиливать это обучение постоянно, это тоже требует там затрат, мы покупаем чужие обучения и так далее, чтобы если что-то не хватает добавлять, или там в рынке что-то появилось новое, добавили раздел, то есть часто такое бывает, и это вынужденно необходимо, чтобы повысить, так скажем, конверсию работы приватки для тех, которой не хватает опыта, вот, собственно, появилось обучение, поэтому мы понимаем, что вот эти все дополнительные вещи, которые тебе сейчас, может быть, даже больше просто интересны или позволят тебе в этом разбираться, они по факту не нужны и неудобны, еще больше гемор дадут, и опытным людям они все равно не нужны, и еще и будет отвлекающим фактором от поиска ресерча, происходящего в рынке. Я на чате отвечу, сейчас тебе превью, можно? Да, конечно, я, в принципе, вот по этому моменту все сказал. Вот, у меня спрашивают, ты сам заработал, честно, я сказал, что я заработал на двух сделках, на химии 2x и на early, вот я сейчас его открываю, то есть я поймал всего, то есть я зафиксировал всю позицию всего лишь на трех иксах, когда он дал 13, и вот тип пишет, как можно ректануться, когда 100 иксов, я говорю, легко, условно химу я зафиксировал на 2 икса, когда она выросла в 22 икса, также другие люди могут просто продать, когда монета падает или еще что-то, ну, это просто какой-то тип условно какой-то, который пишет, ну, не совсем то, что мне нравится. Это правильный вопрос, это правильный вопрос, мне очень часто задают вопрос, зачем ты вообще делаешь приватку, обучение, если так все хорошо в DeFi, я тоже часто на него развернуто отвечаю, давай для следующего стрима этот вопрос прибережем, это правильный вопрос, на самом деле, поэтому, как бы, ну, тут надо дать правильное понимание людям, почему это происходит, почему это так, то есть у меня было прям фома, представь, я захожу в химу, я, знаешь, как двух боксам, я радовался с другом, а потом мы буквально через 30 минут, мы видим там 22 икса, мы такие с ним сидим, да-да, надо бунбэк оставлять. Да-да, конечно, ну, я говорю, это все вырабатывается с точки зрения формирования стратегии и второе формирование понимания, в какой ситуации рынок, потому что иногда на старте каких-то локальных трендов, когда мы к этому еще тем более заранее готовимся, стреляет все. Так, еще ты пропал немного, не слышу, так, у меня микрофон есть, у тебя он не идет. То есть у тебя микрофон не зеленый. Алина, ты тут? Да, я тут. Такс. А ты торгуешь, кстати, вот я, знаешь, что у тебя хотелось спросить, Алина, ты через что торгуешь в основном? Ну, вообще, сейчас я больше по фасоли, а так маэстро использую и фотон. А, тут еще спрашивают в чате, что-то пропускал вопрос, про копитрейдинг, что-то про копитрейдинг этих, ну, кошельков, я так понимаю. что ты скажешь? Ну, вообще, я не приверженец копитрейдинга, ну, тут можно выделить, наверное, несколько стратегий, которые могут быть, сейчас популярная тема была, там, разгон депозита с одной салана, там, до 10 до 100 салан, но это чисто делают, обычно, инфлы, которых есть какая-то аудитория, они ставят на копитрейд и закрываются от своих уже подписчиков, там, например, когда помфан только зарождался, был мистер Кук, у него в Твиттере тоже был публичный кошелек, и в целом, если поставить его на отслеживание, не сам копитрейд, а просто хотя бы посадить по его стратегии, то он часто заходит там на небольшие суммы и через минуту-полторы закрывается и укройся как раз-таки от своих подписчиков. Вот такие разгонодепозиты, чисто по моим наблюдениям, это просто, ну, закрытие по своей же аудитории. Если брать какие-то смарт-валеты, то это уже какая-то более интересная стратегия, но тут тоже надо понимать, что у них винрейт часто высокий, потому что они берут там 30-50% с каждого токена, и тут не надо прям ждать кучи иксов. Если собрать каких-то инсайдеров, то, ну, они заходят рано, потом выходят на хаях и часто просто потом меняют кошелек. За ними особо не посадишь, либо же есть вот такие же те, кто попали там в какой-то щиток, который там улетел на кучу иксов, но если проанализировать их стату, то это, скорее всего, будет один кейс там из ста, который просто вывез кошелек в топ-трейдеры. Ну, вот это... я вернулся, меня выбило интернет на компе с телефона. Вот, а я сейчас еще у Алины, я просто, знаешь, вот комиссии на булыксе я торгую, 30 центов у меня за сделку за одну. Я, я поторговал фасолью Назар, помнишь, ты 8 долларов закидывал? Я, скажем так, постарался с них что-то сделать, в итоге ггшнулись они в 1 доллар. Я про то, что какая комиссия у тебя, Алина, то есть на фасоли, какая у тебя поставлена, и почему фасоль, я не совсем понял, то есть я, когда фасолью попользовался, то есть вот я помню, Назар сказал, что там график быстрее подгружается, но почему, то есть, вот смотри, вот булыкс и фасоль, почему фасоль лучше? Почему ты не используешь булыкс? Я булыкс с фасолью не сравнивала, но сравнивала фотон с фасолью, и в целом есть сейчас популярная стратегия в Edify это как раз скальпинг, и вот именно для скальпинга я использую фасоль, потому что если вот в двух окнах открыть фотон и фасоль, то можно увидеть разницу, насколько она весомая в обновлении графика и подтягивании капы. Фасоль как раз таки позволяет вот какие-то сквизы, когда какой-то кит условно вышел, с правильными настройками ты можешь как раз самое дно откупить в моменте, плюс там график, он на секунды, обновляется очень быстро, и в целом ты для общей картины я всегда открываю фотон и понимаю, как графику, по каким уровням токен бьется, где происходит отскок, и в целом какой там тренд восходящий, нисходящий, это я смотрю на фотоне, там, в экскринере и так далее, но именно ловля каких-то сквизов и продажа на хаях, это вот позволяет делать фасоль за счет своего функционала по апдейту графика, и потому что они используют там джита, который позволяет продавать быстро, но, соответственно, там и комиссии повыше, я вот по комиссиям не сравнивала с другими инструментами, но вот эти преимущества по графику и по быстрой покупке-продаже, мне кажется, они как бы бьют все остальные инструменты. А в долгую, ну, условно, не в долгую, а знаешь, как сказать, вот такие монеты, которые, ну, вот, допустим, тот же Earl ты где покупала, то есть, поняла вопрос? Для таких, да, я поняла, я использую обычно Maestro либо Trojan, как бы для холда нет. А почему, кстати? Ну, Maestro мне просто удобен тем, что там есть все сети и интерфейс удобный для меня с точки зрения там вязабельности. Trojan сейчас в последнее время подлагивает, поэтому я его уже реже использую, но вот пока из Solana то, что в какой-то холд а не скальп, это у меня либо фотон, либо Maestro. Ну, BullX просто как-то я, не знаю, пропускаю без каких-либо весомых аргументов. Просто мне кажется, что он похож на фотон, если уж я привыкла к фотону, не использовать там. Фотон, BullX считается одно и то же. Да, поэтому на нем еще. А, сейчас я еще вот хотел подытожить, потом, я думаю, еще Назар скажет, вот я скажу Назару, прям вообще мне очень понравился стрим, чтобы ты понимал, прям вообще, я тебе еще стату скинул, стрима, то есть, знаешь, обычно бывает, ну, зашли люди и вышли, да, а у нас прям плата, это 15-16 зрителей, и вот даже сейчас, допустим, 18, мне прям очень понравилось, еще в такое время, в которое обычно я не стримлю. Прям мне очень понравился стрим, сейчас я буду нарабатывать опыт, скажем так, торги, чтобы потом еще заранее все, знаешь, сделать это более, скажем так, спланированно, чтобы я, знаешь, сделал анонс, условно, такого рода, вот, но самое главное, что я сейчас рассчитываю на видео, которое мы сделаем с этого стрима. Спасибо большое Алине, Назар, что ты пришел, рассказал так, потратил свое время, потому что там кто-то, знаешь, там смеялся, пусть ты покажешь там свой депозит, еще что-то, но я прекрасно понимаю, Назар, даже там без твоих слов, что ты прям, ты очень хорошо монетизируешь свой канал, и при этом я вижу еще колы в этом, в приватке, что они, реально монетки растут, только нужно проработать стратегию, чтобы фиксировать, условно, не на двух иксах, а на 20, я как-то подытожил стрим, и мне очень понравилось, прям спасибо большое, и то, что вы меня поддержали, и за приватку закинули, и 100 баксов на торги, прям приятно. Я пару слов тоже добавлю, ребят, ну естественно, я никакие депозиты свои не буду показывать, я на самом деле тут все сферы в крипте понимаю, как хорошо монетизировать, и пользуюсь этими возможностями монетизирую, этому всему тоже учу, тут как бы, иногда бывают такие запросы, но мне это особо не нужно, но если интересно, зайдите на YouTube канал, я периодически, вот как раз делаю, прям конкретные примеры своих сделок, вот зашел, там одно из недавних, там зашел на 300 долларов, показал там, что я там отъехал, приехал там через пару часов, а там уже 3000 долларов, я это зафиксировал, все наглядно, прям показываю, каким кошельком, вот я зашел с него же, фиксирую, все это есть, если вот поковыряться в канале, все это есть, и сейчас я больше акцентирую внимание там не на свой депозит, потому что я от такого lifetime трейдинга немножечко отошел, и мне больше интересно показывать кейсы, людей, которые либо в приватке у нас, и прям их прям показывать, чтобы они прям выходили, вот знаете, очень хороший важный момент, мы сами, когда хотим купить какую-то приватку чужую, мы же тоже, как вы, с другой стороны, с вашей стороны, пишем, а типа, какие у вас кейсы учеников, да, если люди, вот очень важный вопрос, очень важный, вот его применяйте по жизни всегда, ну в крипте точно, если у вас люди, которые прошли там, либо ваше обучение, либо находятся там больше месяца в вашей приватке, у которых есть хороший результат, и они могут хотя бы там два-три человека выйти на какой-то веб на вашем канале, потому что это всегда и в интересах самого человека, который продает приватку, да, или продает обучение, и если он говорит, типа, нет, это занятые люди, типа, у них нету на это времени, желания, но они, типа, зарабатывают десятки, сотни тысяч долларов, таких много людей, да, которые, админы так говорят, и они не могут дать двух-трех человек из приватки, живых, которые, когда поснимет полчаса с каждым пообщаешься на вебе, позадаешь ему там десяток вопросов, ты поймешь, что ты, да, вот как Алина сейчас раскрыла себя, как человек, который когда-то прошел обучение, сейчас занимается этим направлением, вы же понимаете, что это, ну, никакая не может быть просто постанова, а когда 2-3 человека рассказывают, как это делают, они, их всегда можно на вебе показать, а покажи там свой кошелек, они, как правило, не стесняются, показывают, то есть это не какие-то публичные люди, им особо стесняться, это и нечего по факту, они могут это все показать, я могу всегда притащить 2-3 человека из своей приватки, потому что их переполняет благодарность, и люди готовы, готовы публично делиться своими выводами, результатами, как и есть на самом деле, не какой-то там, условно говоря, отзыв записанный там, да, на 30 секунд, а вот именно живых людей притащить, попросить их, они из благодарности придут и сделают, вот это самый главный фактор, и если вам интересно, можем сделать такой стрим Ростика, пишите ему, попросите, а сейчас я хочу Назар ответить, он мне типчик говорит, ну, он мне вот говорит, меня прямо триггернул, он говорит, ну да, Ростик, сможешь себе батарею поменять дома, во-первых, это не мой дом, во-вторых, вот этот типчик, он все нам про депозиты говорит, отвечает, а давай, типа, ты мне волосе в ТГ напишешь, и свой деп мне скинешь, вот мне интересно, что это за тип, знаешь, обычно это говорят в основном лохи, типа, педальные прям лохи, и вот я скажу, вот типчик мне вообще, разгрузка, я просто, нет, просто, знаешь, нужно ставить на место таких людей, то есть, как бы, говорить им, что они и кто они, вот, я этим сейчас занимаюсь, то есть, допустим, вот ты можешь зайти на мой канал, я еще три года назад, то есть, когда мне сколько было, 18 лет, я уже купил квартиру, да, я фулл-тайм живу скрипты, то есть, например, я сейчас Назаром, мы закончим стрим, я у него буду спрашивать про нейросетки, потому что я сейчас занимаюсь заработком с рефу, то есть, вот это, как для меня сейчас торговля с мемов, просто условно, я вот сейчас скажу тоже к слову, то что, я сейчас очень сильно занимаюсь именно реферальной программой, то есть, у меня создают много каналов, там, более 10 работников и так далее, я просто хочу с практической точки зрения, сам поторговать мемами, чтобы понимать вообще, ну, куда я зову людей условно, вот, то я ответил этому типу, и мне интересно, давай ты мне в ТГ напишешь, кто ты такой, и скинешь свой деп, раз ты такой крутой, вот, по поводу приватки, кому писать, а смотри, можешь зайти в мой ТГ канал, вот, там, соответственно, первая ссылка, это Назар Крипты, ну, в посте там написано, в последнем, там будет, и так же, ну, короче, напишешь в моем чате, или мне в личку, напиши в личку, а ты, а ты контакт Алины скинешь, и пусть ребята, да, обязательно напишут, что они от тебя, что они от тебя, обязательно пусть напишут, я думаю, что можешь заканчивать, прикольно, что сейчас еще до сих пор 17 зрителей, вообще не в то время, скажем так, я прям очень удивлен, прям Назар, я немножко не то, что беспокоился, я думал, что на спокухе это просто выйдет на Ютубе, и тогда уже будут просмотры, а я прям удивлен, мне понравилось. Я вот тоже хотел сказать, когда ты в прошлый раз это же сказал, у нас иногда стримы для западовать с половиной часа, но для меня это очень много, и это не какие-то там развлекательные стримы, да, и графов, там, или еще что-то типа того, а именно такая полезность, прям, опыта, разборы кейсов, вопросы, ответы, и иногда прям реально по два с половиной часа, и все люди прям в диком восторге, когда мы что-то вот прям на практике разбираем, поэтому, ну, давай делайте, мы только за, потому что это и нам интересно, да, и людям, которые этой темой интересуются, вообще без проблем, забей, если что. да, ну, я думаю, знаешь, вот неделю-две прям поторговать, знаешь, я хочу прям, знаешь, чтобы я пришел до Зар, и сказал, уже пришел с результатом, вот так я хочу сделать, вот, все, я заканчиваю стрим тогда, верно я понял? аккуратненько. Да? Все, погнали, пока-пока. Спасибо большое.